Дорогие друзья, я рад приветствовать вас и прекрасно, что есть такая возможность вместе изучать Священное Писание. Мы сегодня с вами говорим о дне поклонения Богу. И действительно, для многих вопрос, когда правильно поклоняться Богу? Какой день сам Господь выбрал для этого? Об этом мы узнаем из нашей сегодняшней темы. И когда мы читаем с вами книгу Откровения, мы находим упоминание о видении, которое получил однажды евангелист и апостол Иоанн, один из учеников Иисуса Христа. Когда сам Бог пригласил его взойти на небо в видении, и там он нечто увидел. Об этом мы читаем в книге Откровения, 4 главе. Я прочитаю первый и последний стихи. Первый и последний стихи. Иоанн был приглашен на небо, и там он увидел картину, как небожители поклоняются Богу. И они говорят такие слова. «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Там на небе все поклоняются Богу, потому что они знают, что Ему обязаны жизнью. Как это касается нас, должны ли мы тоже поклоняться жизнедателю? Книга Откровения, 14 глава, содержит такой призыв от Господа ко всем людям. Мы читаем в 14 главе Откровения, 7 стих, сказано следующее здесь. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час Судаеву, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Божий вестник призывает поклониться Творцу, сотворившему небо, землю, море и источники вод. Как и когда это правильно делать? Давайте мы вначале посмотрим, а с чего все начиналось. Самое начало Библии, книга Бытие, повествует о том, когда Бог сотворил наш мир, как прекрасно Он все устроил. Он создал моря, Он создал сушу, Он создал зелень, все растения были сотворены Господом, сотворил животных, птиц. И как завершение своего творческого такого замысла, Он сотворил людей, Адама и Еву, первых людей, от которых потом произошло все человечество. И мы читаем в Бытие, 1 главе, 26-27 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил его, их». Господь сотворил и животных, и людей. Все, что сотворено Господом, оно существует только потому, что Бог дал жизнь. И мы, получив жизнь от Господа, должны быть Ему признательны за это. Чтобы мы никогда не забывали о нашем Создателе, Бог выделил один день для того, чтобы каждую неделю в этот день для нас был как бы памятник такой, напоминание о том, что у нас есть Творец. Все, что Бог сотворил на земле, Он создал это за шесть буквальных дней. Об этом пишет книга Библия, Бытие, 1 глава. А вторая глава начинается с таких слов. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Седьмой день Бог уже не использовал для того, чтобы что-то новое создать. Бог в этот день сделал остановку. Сказано, Он почил от всех дел своих, Он не создавал ничего нового. И этот день, седьмой день, Он благословил и освятил. Осветил, то есть, значит, выделил, отделил от всех других дней. Этот день должен быть особенным, потому что Он в себе содержит Божье благословение. И те, кто следует Божьему примеру, и в этот день не занимаются обычными трудами, а этот день используют для того, чтобы провести его со своим Творцом, они получают особенное Божье благословение. Именно поэтому Бог счел нужным упомянуть об этом прекрасном дне праздники, дне покоя. В своем законе Бог из десяти заповедей одну посвятил тому, что сказал, какой день и как нужно проводить. Обращу внимание, что Бог установил празднование субботы, седьмого дня недели, еще в самом начале, в Эдеме, когда только Он сотворил наш мир, когда еще не существовало разных наций, потому что некоторые люди думают, что это только для кого-то установлено, для одного какого-то народа. Это заповедь дана. В бытие уже упоминается во второй главе, что это было изначально дано, установлено Богом. Потом же Бог только повторил уже во времена Моисея на горе Синай. Бог провозгласил свой закон и повторил заповеди, которые Он дал человечеству. И вот в этих заповедях мы читаем в книге Исход, 20 глава, 8 стих. Бог обращается к людям и говорит, «Помни день субботний, чтобы святить Его». Именно субботний день Бог говорит, что Его нужно святить. Именно этот день Он отделил, осветил и благословил. И здесь Он объясняет, почему нужно помнить субботний день. «Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а в день седьмой суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил Его». Именно потому, что Бог дал жизнь всему на земле. Именно потому, что Он является Творцом, Он установил один день для того, чтобы мы признавали Его власть как Творца, власть над собой. И Он сказал, «Седьмой день суббота Господу, Богу твоему, посвяти этот день Богу, не занимайся обычными делами, а проведи этот день в поклонении Богу, в почтении Его как Создателя». И народ Божий с древности соблюдал этот день. Мы читаем об этом даже еще до того, как закон был провозглашен на Синае. Уже в исход 16 главе мы находим упоминание, когда Бог дал людям повеление о том, что Он будет заботиться о народе Своем. Когда Он вывел израильский народ из египетского рабства, и они должны были идти через пустыню, то Бог дал им в пищу манну, которую они могли собирать каждый день. И так Бог обеспечил их пищей на все время их путешествия. Но в седьмой день, в субботу, манна не выпадала. И Бог сказал, что вы должны запастись манной в предыдущий день, в пятницу, на два дня, чтобы суббота была днем покоя. Читаем об этом в книге «Исход», 16 глава, 26 и 28 стихи. «Шесть дней собирайте его, а в седьмой день, суббота, не будет его в этот день». Так Бог приучал людей, что это правильно, когда обычными делами в субботу не нужно заниматься. И в 28 стихе Он говорит, «И сказал Господь Моисею, долго ли будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Когда некоторые хотели все-таки не слушаться Бога, а попытались поискать манну в субботу, то Бог предупредил, что это есть уклонение от Божьего закона. Эта заповедь, некоторые думают, что касается только евреев, что евреи, как народ Божий, должны были соблюдать субботу, а всех остальных она как бы и не касается. Но обращу внимание, что Бог благословил и осветил седьмой день, субботу, в самом-самом начале, когда Он только сотворил человечество, когда еще не было разделения на национальности. И более того, в Священном Писании говорится, что то, что народ Божий соблюдал в древности, Бог хотел, чтобы все люди знали заповеди Божьи и присоединялись к правильному поклонению Богу. Вот почему те люди, которые были из других народов, или как Библия их называет, иноплеменники, они также узнавали от еврейского народа о истинном Боге, о том, как правильно Ему поклоняться, и присоединялись в этом поклонении. И мы читаем 56 главу Исаии, 6 и 7 стихи, там написано следующее. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Его, имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся заветами Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы». Господь подчеркнул, что и сыновья иноплеменников тоже хранили субботу, держались это установление. И Бог говорил, «Я и их благословлю и обрадую их в Моем доме молитвы». Бог ценит каждого человека, из какого бы народа он ни был, и Он хочет, чтобы все жили по Божьим принципам, которые Он открывает в Священном Писании. Как же поступал Иисус Христос? Наш пример. Многие, называющие себя христианами, считают эталоном Иисуса Христа, с которого берут пример. Какой день Иисус, в какой день Он поклонялся Богу? Какое у Него было обыкновение или привычка? Мы читаем об этом в книге Евангелия от Луки, 4 главе, 16 стих. Здесь описывается о жизни Иисуса Христа, и вот говорится так. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Иисус в субботу имел обыкновение приходить туда, где народ Божий собирался, и вместе они читали Слово Божье. Поэтому, как христиане, мы должны следовать примеру нашего Господа, и именно субботу, как и установлено в законе Божьем, использовать для того, чтобы собираться вместе, читать Слово Божье и поклоняться нашему Творцу. Что касается учения Иисуса Христа, что Он говорил о том, как нужно относиться к субботе. Мы читаем в Евангелии от Марка 2 главе, 27 стих. Марка 2 глава, 27 стих. Иисус сказал, «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы». Бог установил субботу как праздник, как особое Божье благословение для человека. Если бы Бог этого не сделал, что было бы с нашей жизнью? Наверное, мы бы так загрузили себя работой, что, наверное, бы не останавливаясь, трудились. Но Бог выделил время, чтобы каждую неделю мы могли остановиться и отдохнуть от всех забот, от всех наших ежедневных трудов и в этот день провести необычное время поклоняться нашему Творцу, праздновать субботу. Суббота для человека. Это не ограничение какое-то, не запрет не делать чего-то в определенный день, а преимущество отдохнуть и позволить себе провести этот день в особом почтении Господу, в чтении Его Слова, в слушании проповеди во время субботнего богослужения. Это для нас благословение. Как же поступали ученики Иисуса Христа? Мы чуть-чуть позже об этом поговорим, но вначале коснемся того вопроса, о чем многие думают. Ну а почему Библия называет день седьмой, суббота? Разве седьмым днем не является воскресенье? Какой день Библия называет субботой? Это седьмой день или шестой, или еще какой-то? Священное Писание прямо говорит нам об этом, описывая то, что произошло с Иисусом, когда Он был на Голгофе, когда Он был пригвожден ко Кресту. Сказано, когда это все происходило и что за этим следовало. Мы можем читать порядок событий, дней недели, и также из этого увидеть, какой день является каким по счету. Читаем в Евангелии от Луки 23 главе с 54 стиха. День тот был пятница, то есть день, когда Иисуса казнили, когда Он был распят на кресте. И наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело Его. Возвратившие же приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к огробу, и вместе с ними некоторые другие. Это был день воскресения, первый день недели. Итак, Библия описывает события, которые происходили друг за другом. Пятница, это был день приготовления, день, в который Иисус был казнен, когда Он умер, когда Он был погребен. В субботу названо здесь день покоя. Ученики Иисуса остались в покое по заповеди, то есть ученики Иисуса соблюдали заповедь о субботе, они жили по закону Божьему. И следующий день воскресения, он назван первый день недели. Итак, Библия говорит нам, какой день является каким. Воскресение является первым днем недели, но не седьмым. Седьмым днем является суббота. Так говорит Библия. Что же касается того, насколько важно все-таки, в какой день поклоняться Богу. Об этом мы читаем в книге Иезекииля, 20 главе, 12 стих. Говорит. «И дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Суббота – это Божье знамение между Богом и людьми, которые Ему верны. И именно таковых людей Бог освящает, благословляет. Что же касается учеников Иисуса Христа? Некоторые думают, ну, может быть, после смерти Иисуса Христа, после Его, может быть, воскресения, день поклонения изменился, и нужно теперь праздновать другой день. Какой день праздновали апостолы? Когда они приходили на собрание, поклонялись Богу? Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов», 17 глава, 1 и 2 стихи. «Пройдя через Амфиполь, Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по обыкновению своему, по обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Именно в субботу Павел и другие апостолы, они проповедовали, общались с людьми, говорили из Писаний. Здесь же мы читаем в книге «Деяний», в 13 главе, 42 стих и 44. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». И 44 стих. «В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божье». Подобный текст мы находим и в «Деянии» 16 главе, 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом и сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». То есть суббота – это был день поклонения, день собрания, день, когда ученики Иисуса Христа вместе собирались для того, чтобы читать Священное Писание, вместе молиться, вместе славить Господа. Итак, мы видим, что суббота соблюдалась самим Иисусом Христом, Его учениками. А какой же день будет соблюдаться, или в какой день люди будут поклоняться на Новой Земле, когда будет установлено Божье Царство? Об этом также говорит нам Священное Писание в пророчестве Исаии. Исаии, 66 глава, мы читаем 22-23 стихи. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть, пред лицом мое на поклонение, говорит Господь». Даже в Царстве Божьем день для поклонения будет суббота. И это конкретно Священное Писание через это показывает четкую весть от самого начала, от сотворения земли до самого конца, до установления Царства Божьего, как Бог открывает истину о субботе. Он дал этот день для поклонения в самом начале. Он открыл нам, что в законе Божьем это же сказано, что именно суббота является днем поклонения. Субботу соблюдали и праздновали народ израильский, субботу праздновал сам Иисус Христос, апостолы. И даже на новом небе, на новой земле будет использоваться для поклонения именно этот день, день субботний. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас следовать Божьему установлению и поклоняться Богу именно в тот день, который Он избрал для нашего поклонения, чтобы мы Ему воздавали честь и славу. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.